Долгожданный и многострадальный. Его наконец-то сдали в эксплуатацию. Важное событие для тысяч людей. Сегодня в Махачкале открыли северный путепровод. Теперь автомобилистам больше не придется часами томиться в пробках. Подробности расскажет Патима Тханапова. Новый путепровод уже пропускает автомобилистов. Его открыли буквально несколько минут назад. Для местных жителей это настоящая дорога жизни. Дело в том, что водителям приходилось по многу часов простаивать в пробках. Теперь же возмущение людей быстро сменилось на радость. Этого события дагестанцы ждали более двух лет. Давно надо было делать. Давно. Честно говоря, ждали. Часто еду в Гергебен. По этой дороге очень. Я даже жене позвоню, скажу, что я поехал уже по новой дороге. Сколько минут у вас уходило отсюда, чтобы доехать? Били даже 20 минут. 15-20 минут стояли в пробках. Вот такое тоже было. А сейчас? Уже пару минут. Две-три минуты уже за городом. Спасибо. Все нормально. Очень хорошо. Посмотри, какая красота. Запуск нового путепровода прошел символично. Первыми были всадники в национальной одежде. Следом проехалась колонна рабочей техники. Изначально мост планировали запустить в октябре прошлого года. Однако открытие затянулось ввиду некоторых проблем. Их ранее освещал и телеканал ННТ. Тогда власти обещали сдать путепровод до конца этого года. Как и было обещано, в конце ноября этот путепровод, как вы видите, готов к сдаче, к эксплуатации. Слово сдержали. Постройка дорог, постройка мостов – очень благородное дело. Пророк, алей-салям, упоминает о человеке, который получил удовольствие Всевышнего, заслужил рай не за многочисленные хорошие деяния, а всего лишь за то, что он убрал преграду с дороги и облегчил путь людям. Отметим, что государство вложило в объект более 2 миллиардов рублей. Путепровод не только связывает с Махачкалой близлежащие поселки, но и обеспечивает выезд из города в сторону Буйнакска и Хасавюрта, являясь своеобразными воротами сразу в 18 горных районах республики. Батимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.